Наша землячка, лучница Анна Марусова, уже вернулась из Олимпийского Токио. И в студии программы «Днями» мы можем из первых уст узнать о том, какие они старты пятилетия. Как встречали белорусов Япония и японцы, и как это – нести флаг своей страны перед всем миром. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с возвращением домой и удачным выступлением на Олимпиаде. Кто встречал вас первым? Ну, первым в аэропорту встречал меня муж, встречал мой тренер, руководство ЦОРа, РЦОПа. Ну, можно сказать, все самые близкие приехали нас встречать. Ну, это приятно, конечно. Да, конечно, приятно. Давайте вернемся в Олимпийский Токио. Какие эмоции, помните ли вы их, были у вас, когда вы узнали, что будете нести флаг нашей страны на открытии Олимпийских игр? Ну, прежде всего для меня это было неожиданно, вообще неожиданно. Я даже на какой-то момент немножко растерялась. Ну, потом, конечно, гордость за страну и осознание того, что это очень почетно и ответственно. Ну, наверное, еще и очень сложно, да? Флаг-то он не легкий. Да, флаг, я так поняла, что он не легкий, но я должна сказать, что, наверное, вся основная нагрузка легла на мужчину, на Никиту. На Никиту. Да. То есть такое сильное мужское плечо. Да, 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 да. Сколько дней вы пробыли в Токио? Успели ли посмотреть город или все-таки ограничения, пандемия, да, как-то сыграли роль? Ну, в Токио мы были две недели. Посмотреть Токио удалось только из окна автобуса, потому что в связи с пандемией мы не могли выходить в город. Мы были только на территории Олимпийской деревни и наших спортивных объектов. Поэтому по дороге на спортивные объекты из окна автобуса мы могли посмотреть Токио. Вот все, что нам удалось. А говорят, в Токио сейчас очень жарко. И, может быть, даже есть какая-то аналогия с нашим нынешним летом. Вот как вы переносили акклиматизацию? Да, в Токио очень жарко. И плюс ко всему там очень влажно. Поэтому как-то, честно говоря, несмотря на то, что у нас лето очень жаркое, аномальное, но здесь как-то намного проще, потому что здесь не такая высокая влажность, как в Токио. Ну, а если говорить про меню олимпийское в Токио по-японски, как? Там, конечно, выбор очень большой. Есть европейская кухня, там вегетарианцы себе могут найти все, ну, что-то по вкусу азиатское и японское. То есть там ты мог выбрать, ну, все, что тебе нравится, скажем так. Анна, расскажите свою историю попадания в стрельбу из лука. Ну, история, скажем так, очень простая и банальная. Тренер пришел в школу и пригласил всех желающих в стрельбу из лука. Нас, естественно, пришло очень много, полкласса, все хотели заниматься. Ну, на выходе, наверное, через пару лет осталась только я одна. Мне было интересно, и во мне были заинтересованы. И как-то вот так сложилось год за годом и осталось. Хотя, в принципе, я себя никогда не видела ни в спорте, ни в большом спорте. Мне всегда казалось, что вот это не для меня, что у меня, наверное, какие-то другие цели и задачи в жизни. Но говорят, что ваше выступление вновь изродило моду на стрельбу из лука в Могилеве. В Могилеве самая сильная школа стрельбы из лука, я считаю, в Белоруссии. Мне кажется, ну, здесь всегда была определенная мода на стрельбу из лука. Лук, он ведь немало весит, и натянуть вот эту тетиву, это тоже нужно очень много сил. Ну, да, сил, конечно, нужно много, но, наверное, не столько, сколько в штанге, скажем так. Поэтому, мне кажется, ну, среднестатистически, я думаю, осилит это в процессе тренировок. Его чисто физическая масса может килограмма 3-3,5, в зависимости от того, что ты там на него поцепишь, скажем так. Ну, а при растягивании девочки в среднем 16-18 килограмм при растяжке, у мальчиков до 20, может даже и 21. Килограмм. Сила растяжения лука. Фильмы про лучников, признаетесь, смотрите? Если честно, то нет. Как-то вот в обыденной жизни, что касается посмотреть кино, где-то на аттракционе с лука пострелять, ну, как-то, наверное, мне неинтересно. Наверное, мне лука хватает на тренировки. Анна, чего бы вы пожелали нашей олимпийской команде и нашим телезрителям? Олимпийской команде я бы пожелала огромной удачи, чтобы все, что они запланировали, обязательно исполнилось. И, ну, чтобы они приехали домой с чувством выполненного долга, что все, что они задумали, у них все исполнилось. Ну, а нашим зрителям, всем могилевчанам, конечно, здоровья и всего самого лучшего. Спасибо большое вам за беседу и дальнейших успехов. Спасибо.